Спасибо. Спасибо, Денис. Спасибо, Денис. Спасибо большое. Поехали дальше. Компания «Террасофт» в зале есть представители, мы еще не вспомним, ассоциация Европейская бизнес-социация, компания «Пруфи», представитель которой должен быть в зале. Алёна, есть? Не видно. А компания «Постом», которая традиционно поддерживает наши инициативы. То же самое, партнёры, которые так или иначе нам помогли сегодня. Это «БТВ», проект, который регулярно нам помогает освещать разные мероприятия онлайн, и в том числе и пишет видео. «Гикслабс», которая запустилась и будет оказывать помощь стартапу в продегидировании. «Визави», тоже наш традиционный партнёр. Наши медиапартнёры «Долгео» проект «Ниташи Старков», проект Стаса Фирмана, Ани Творниковой, «Силиконовой Делины», традиционный партнёр «АИ», «Волоча», «Российские умовы» и стартап «Фишер Эклис». Теперь я хочу передать слово заместнику, режиссенту, режиссенту, режиссенту и режиссенту, внецпляшки, Виктору Ивановичу, для того, чтобы он сказал приветственное слово. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мне очень приятно видеть вас в стенах нашего автоцентра. Хочу сказать, что мы сейчас находимся на дилерском предприятии Ауни-Кринсваген, в Паршизаке. Компания входит в структуру Паршизакоуни. Это самая кухня, торговая компания в Европе. Которая занимается авторопитами и партнерским дилерским бизнесом. Компания Паршизако, где мы сейчас находимся, представляет дилерский бизнес как хоббингов Парше на Украине. Помимо шоу-логи, мы сейчас стоим, у нас есть огромные возможности, которые мы всегда можем предложить нашим клиентам. Это сервисное обслуживание автомобиля, продажа запчастей, продажа финансирования, в нас всегда можно, прежде чем купить автомобиль, можно сделать то, что ты сбраешь. Сегодня мы представляем такую возможность. Но также можно подойти в любой день и заказать любой автомобиль, который вам понравился. При покупке автомобиля мы предоставляем так называемую функцию одного окна, где можно подойти и сразу купить автомобиль, как за полную оплату, так и в лизинге, либо в гривне. Хочу сказать, что специалисты, которые находятся на нашем автоцентре, они проходят специальное обучение на заводах-производителях аудиоинфорцевателя. Я приглашаю вас всегда посещать наш автоцент, быть нашими клиентами. У нас очень хорошие, лояльные цены, мы всегда можем найти общий язык. Поэтому я говорю, добро пожаловать, а сегодня хорошего, приятного вечера и хорошего общения. Спасибо. Когда мы начинали собирать людей, в Паршизайкет хотел увидеть, кроме новых лиц, еще и старое лицо. Поэтому я хочу представить человека, который знает очень много людей из нашей высотки лично, а занимает должность маркетинг-менеджера в Паршизайке в высотке плане. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада видеть всех, кому я уже знаю, и видеть новое лицо. Я хочу сказать, что вы сегодня здесь не случайно. Информационные технологии могут сделать что? Перенести деньги, перенести бизнес, перенести какие-то другие вещи, но они не могут стоять одному, они не могут перенести тело. Вот для того, чтобы перенести тело хозяина, есть автомобиль. Поэтому сегодня мы с вами здесь для того, чтобы объединить перенесение людей и наших тел. Хочу вам пожелать хорошего вечера. Отдыхайте и приходите к нам еще. Спасибо. Спасибо. Сейчас у нас есть небольшой анализ результатов рейтинга. Мы попросили человека, который умеет делать подобные вещи, Инна Пономаренко, которая, к сожалению, не смогла сегодня прийти. Поэтому я хотел бы озвучить, может быть, некие цифры за нее. Презентация будет опубликована на ресурсе в ближайшее время. Смотрите, рейтинг сложился благодаря тому, что наше предложение от рейтинговой стартапа откликнулись 35 экспертов из 60, которых мы попросили. Это немного больше, чем мы ожидали. Но, тем не менее, некоторое количество из этих экспертов тут. Примерно мы их перечислять не будем, но я хотел бы, может, озвучить некие цифры по составу экспертов и, главное, по тому, кто эти люди. Инвесторы у нас представляют, эксперты у нас представляют в три категории людей. Первый – это инвесторы, которые представляют личные фонды, акселераторы, бизнес-ангелы и стратегов. Их было 35%. Статап предпринимателей, у которых уже все сложилось – 27%. И отраслевые эксперты, в которые вышли журналисты и блогеры, отраслевые топ-менеджеры и консультанты – так у нас было 38%. Хотел бы, так как тут собрались в том числе номинанты, я хочу огласить топ-10 компаний в каждой номинации. Мы их немножко пересмотрели, потому что некоторые компании попросили снять их с рейтинга в силу тех или иных причин. А заодно поприветствовать тех, кто получил высокие оценки экспертов. Учий рейтинг – первое место занял у нас заказ. Есть представители заказов? Есть! Егор Анчишкин. Поаплодируем. Номер два – экспопромоутер, про который мы еще не раз вспомним, Гена Нитяга. Юскан. Леша Ленировку поприветствуем. Диван Ти Ви. Андрей Голодюк. Есть! Би-Би-Эм онлайн. Катя. Во! Есть! Китапс. Артем. Есть! Ранфейсес. Ранфейсес были, точно видел. Ранфейс. Нету. Джеластик. Бест ЮА. Есть! Эктив ГИФ. Есть! Значит, по группам, которые вышли в топ-30, общего рейтинга – 32% – это компании, которые занимаются интернет-сервисами, СААС и производством программного исключения. 36% – это Digital Media и E-commerce. 16% – интернет-реклама и игры. И остаток – это электронные платежи, которые все-таки попали в наш рейтинг. Стартапы по категории – это мы не будем занимать ваше время, как говорил кто-то, по-моему, тот же Эльшанский сказал, что нельзя стоять между бегемотом и его болотом. Да, поэтому я постараюсь много времени у вас не занять, чтобы вы могли есть и общаться дальше. В рейтинге градуальные стартапы. Первое место кто занял? Геннадий Нитяга, экспопрометер. Место номер два занял у нас традиционный участник подобных, традиционный участник наших номинаций BBM Online, которые в этом году сделали очень много, и в прошлом году сделали очень много и добились очень много. Третье место – G-ластик. Есть. Нимбл представителей нету. Нимбл среди экспертов оказался самым спорным, потому что там всего лишь украинский «Ангел» был. Компания на самом деле полностью американская. Хабаб. Есть. Мокус. Приехал. Нет. Ранфейсов был уже, Китак был. Нгникс из России не приехал. И Рулап. Володи тоже не был. Рейтинг «Быстрый» стал. Первое место – заказ UA. Второе место – экспопромотер. Третье – «Ранфейсов». Четвертое – BBM Online. Пятое – «Сей ТВ». Шестое – «Кендер». Седьмое – «Джетапс». Есть «Сей ТВ» с «Капева» до этого? Нет. «Резюмап», «Мегавро» и «Ебэр». Рейтинг «Количность года». Мы их звали, не все, к сожалению, пришли, но номер один – Борис Ложкин. Номер два – Виктория Тагивка. Ее фонд представлен тут большим количеством людей. По-моему, четыре человека, да? Тиевенчурс, поднимите руку. Окей, они точно тут были. Номер три – наш именинник Александр Ильшанский. Номер четыре – Денис Олейников, который уже, к сожалению, наша комьюнити не представляет. Представляет комьюнити европейская, скорее. Номер пять – Эвелин Пучацкий, которая, кажется, не доехала. Эвелин? Нет. Номер шесть – Виктор Пинчук, который, собственно, организовал инкубатор. Номер семь – Дмитрий Шеломко. Номер восемь – Владислав Чечеткин, который, к удивлению, посетил Владислава. Он есть в зале, вы его можете найти. Ольга Белькова, номер девятый. И замыкает номер десять – Максим Граниев, МОКУС. На этом, наверное, я больше не буду вас мучить. Еще раз. Мы собрали вас исключительно для того, чтобы вы могли пообщаться друг с другом. Поэтому у нас дальше будет играть музыка, еда, напитки. Общаемся. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...